Сегодня мы поговорим о предполагаемом вреде вейпа, электронных сигарет, о том, можно ли с их помощью бросить курить обычные сигареты и насколько вредно для здоровья пассивное парение. В этой спорной, мягко говоря, проблеме мы попробуем разобраться вместе с заместителем главного врача Омского областного наркологического диспансера Дмитрием Александровичем Никоновым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Вызывает ли вейп привыкание? Есть ли этому научно подтвержденные данные? Знаете, сам вейп или парение, он, наверное, все-таки привыкание не вызывает. Вызывает привыкание именно то вещество, которое находится внутри, скажем так, той колбы, которая испаряется. То есть, по большому счету, мы об электронных сигаретах, о вейпе узнали буквально 10 лет назад. До этого раньше у нас такого не было. То есть, были обычные сигареты, обычное табакокурение. Вейп появился, и вот в последнее время он, на самом деле, набирает очень большую популярность. Можно говорить уже как о молодежной субкультуре. И очень многое зависит от того, что на самом деле внутри и что парит. То есть, нам известно, что на сегодняшний день та жидкость, которая используется в вейпе, это, в общем-то, с одной стороны, есть абсолютно безопасные для организма вещества, давно известные, тот же пропиленгликоль или глицерин, которые, в принципе, отрицательного влияния на организм они не оказывают. Но при этом чаще всего там содержится никотин и какой-то еще ароматизатор. Соответственно, может быть, здесь будет, не может быть, однозначно, здесь, наверное, будет меньше смол. Точнее говоря, их здесь не будет, здесь будут отсутствовать тяжелые металлы. То есть, то, что вызывает обычные онкологические заболевания. Да, то есть, мы об этом говорим. Но зависимость, зависимость, она формироваться будет в любом случае. Там есть никотин. Это основное вещество, которое формирует зависимость никотина. А если говорить о психологической зависимости, вот люди, которые парят не опасными веществами, то есть там нет никотина, проще ли им будет потом перейти на никотиносодержащую смесь? Начиная потребление с простого, скажем так, содержащего какую-то жидкость, просто ароматизатор, то есть со временем, наверное, да, это будет и содержащий никотин. Это хорошо, если там еще будет никотин. Опять же, смотрите, у нас по большому счету государством никак не контролируется ни производство тех жидкостей, которые добавляются туда, да, которые парятся. Что там внутри, это я назвал те составляющие, которые там должны быть, а там же внутри может быть все, что угодно, по большому счету, в зависимости от того, в каком подвале их разливали, да, где-то же должно быть производство, а если там окажется, например, спайс? То есть производство не сертифицировано, можно заказать по интернет-магазину, например? По всей вероятности, да, потому что вот на сегодняшний день, то есть четкого такого нет, нет акцизных марок никаких, да, хотя, в принципе, это никотинсодержащая продукция же, по большому счету. С вейпом мы знакомы уже 10 лет, да, по сути? То есть за это время можно говорить о каком-то долгосрочном влиянии электронных сигарет, парении на организм курильщика? Ну вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, к сожалению, нету таких масштабных проведенных, какие бы то ни было исследований, то есть основа все равно какая-то должна быть исследовательская, под этим положено, да. Единственное вот то, что на сегодняшний день известно, на самом деле из открытых источников, опять же, исследования проводились в Америке по поводу именно никотина, в том, что именно пар, который выдыхается потребителем вейпа, да, содержит все-таки в какой-то степени содержит никотин, и в том числе окружающие лица, соответственно... То есть можно говорить о пассивном курении, да? То есть можно сказать, что человек, который парит, да, он все равно предоставляет опасность для окружающих, тоже так же, как курильщик? В том числе, да, да. А при этом это сейчас никак не регламентируется? Нет, абсолютно. Хорошо, понятно, с этим понятно. Что вреднее, вейп или кальян? Много сейчас говорят об этом. Знаете, опять же, отвечу, наверное, так на этот вопрос, все будет зависеть от того, что будет, какое вещество будет вейпе или какое вещество будет в кальяне. То есть сказать, что что-то именно вреднее, да... Возьмем типичный никотин. И там, и там. Ну, если с учетом мы берем дым и продукты горения, да, ну, наверное, тогда, наверное, кальян будет вреднее. Многие курильщики говорят, что с помощью вейпа проще бросить курить. Вот как, по-вашему, это так? В практике вообще не попадалось таких случаев, что люди, перешедшие... Наверное, может быть, где-то такие случаи бывают, да, но в официальной медицине, в наркологии мы не пользуемся и не рекомендуем. То есть это будет просто, по большому счету, замена потребления никотина с курения табака на ингаляции никотина. Вот и все. Это, скажем так, не способ бросания курить. Их достаточно много существует, медикаментозных. Если человек сам не может, опять же, справиться с этой привычкой, то лучше, наверное, обратиться к специалисту, к врачу-наркологу. А мы с Дмитрием Александровичем Никоновым, заместителем главного врача областного клинического наркологического диспансера, говорили о проблемах, связанных с курением нового поколения, о том, насколько это влияет на здоровье окружающих. Спасибо большое, Дмитрий Александрович, что нашли время ответить на наши вопросы. Я уверен, это очень важная проблема, которая касается многих сибиряков. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok